15 ноября мировые лидеры начали съезжаться в Марокко на климатический саммит. На нем представители более 200 стран обсуждают практические пути применения Парижского соглашения. Евросоюз увеличит бюджет Европейского оборонного агентства впервые с 2010 года. Об этом сообщила Верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В Ираке растет число детей, рожденных на территориях, захваченных исламским государством. Эти дети не имеют должных документов и не считаются гражданами Ирака. В Германии опубликовали результаты опроса беженцев по проблеме занятости. Он показал, что только один из восьми беженцев нашел работу, однако трудоустроиться хотят не менее 80% мигрантов. Очередные торги аукционного дома Кристи с Женеви свидетельствуют о том, что рынок бриллиантов здоров. Король Марокко Мухаммед VI приветствует мировых лидеров на климатической конференции в столице страны Маракеш. Здесь представители около 200 стран обсуждают практические пути применения Парижского климатического соглашения, призванного сократить выбросы парниковых газов. Во вторник на мероприятие прибыли президент Франции Франсуа Алланд, генеральный секретарь Оон Пангимун, президент Зимбабве Роберт Мугабе и другие. Алланд – один из авторов соглашения. В ходе своего выступления он призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа не отказываться от договора. Во время своей предвыборной кампании Трамп выражал сомнение, что изменение климата вызвано деятельностью человека. Он также говорил, что будет искать пути выхода США из соглашения, которое подписал Барак Обама. «Парижское соглашение не подлежит отмене. Оно было историческим во время его подписания. И оно не подлежит отмене согласно законодательству. Теперь оно является обязательством США, которое невозможно отменить». С подобным призывом ранее обращался и генеральный секретарь ООН Пангимун. Он также стоял у истоков создания договора. Алланд призвал американцев осознать риски изменения климата. «Население США знает, что если уровень мирового океана повышается, если будут продолжать происходить природные катаклизмы, если это будет провоцировать миграцию и кризисы, то Америка без сомнения будет затронута». Дональд Трамп говорит, что планирует развивать сферу добычи угля, нефти, а также прибрежного бурения в США. Он также хочет отказаться от плана Барака Обамы сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 2025 году. В прошлом году, после двух десятилетий обсуждений, Парижское климатическое соглашение подписали почти 200 стран. Договор официально вступил в силу 4 ноября после рекордно быстрой ратификации. Его цель – сократить выбросы парниковых газов, из-за которых, по мнению учёных, происходят засухи, наводнения, а также повышение уровня мирового океана. Конференция в Маракеш завершается 18 ноября. Бюджет Европейского оборонного агентства будет увеличен впервые с 2010 года. При этом Великобритания также вложит средства, несмотря на то, что намерена выйти из Евросоюза. Об этом объявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Маггерини. Решение приняли главы МИД и министры обороны стран ЕС на встрече в Брюсселе. Бюджет увеличится в общей сложности до 31 миллиона евро. «Пока это символическое увеличение, но оно произойдёт в первый раз за последние шесть лет. Это ясно демонстрирует желание 27 государств-членов – Даня не входит в оборонное агентство, но включена Великобритания – двигаться в направлении увеличения ресурсов агентства, поскольку мы дадим ему больше работы». Главы МИД и министры обороны стран ЕС на совместной встрече в понедельник согласовали план новой стратегии европейской политики обороны. Он предусматривает возможность для ЕС реагировать на внешние конфликты, не дожидаясь реагирования миротворцев ООН, защиту Евросоюза и его граждан, а также укрепление обороноспособности стран-партнёров ЕС на юге и востоке. При этом, по словам Маггерини, модернизация не направлена на конкуренцию с НАТО или дублирование функций альянса. «Сегодняшнее послание министров обороны, как я уже говорила, ясно указывает на приверженность Европейского Союза укреплению трансатлантических отношений, в том числе путём укрепления отношений между ЕС и НАТО. Это абсолютный приоритет для нас». Маггерини также заявила, что ожидает от Великобритании участие в принятии решений по вопросам обороны ЕС и после Брексита. «Я считаю, что поиск способов совместной работы в области безопасности и обороны в интересах не только Евросоюза, но и Великобритании». Разработанный министрами ЕС план предстоит одобрить главам стран-членов Евросоюза на саммите в декабре. Эта семья бежала в лагерь для переселенцев Дибага с севера Ирака. Территории были захвачены исламским государством, группировкой, запрещённой во многих странах, включая Россию. Здесь в лагере семья столкнулась с новой трудностью. Маленькие Али и Сара не имеют идентификационных документов, а получить необходимые справки оказалось непросто. Таких, как они, становится всё больше. Детей, рождённых на захваченных территориях, либо регистрируют в органах ИГИЛ, либо не регистрируют вообще. Предполагается, что в Ираке проживают уже тысячи детей без гражданства в возрасте до двух с половиной лет. «Они могут быть лишены основных прав на образование и здравоохранение. В будущем они также могут столкнуться с трудностями при приёме на работу и даже стать жертвами торговли людьми». «Когда пришло ИГИЛ, мы решили не получать идентификационных карт для детей и других документов. Во время бомбёжек и боевых действий они не выдавали идентификационных карт». Отец пятерых детей Абу Сауд также говорит, что решил не регистрировать новорождённого сына в октябре 2014 года. «Нет законов, нет документов, нет идентификации. Могу ли я доказать, что этот мальчик – мой сын? Не могу. У него нет документов с фотографией». Сотрудники лагеря говорят, что пытаются помочь переселенцам получить документы для детей. «Внутренние переселенцы относятся к району Масула. Иногда им нужно отправляться в Багдад, чтобы получить документы. Мы пытаемся связаться с правительством через ОВКБ ООН, чтобы установить связь. Некоторые учреждения в Эрбиле помогают семьям получить документы». К настоящему времени ОВКБ ООН помогло получить идентификационные карты 175 детям. Однако в ООН считают, что число детей без гражданства в ближайшее время значительно возрастёт. В Масуле, последнем оплоти ИГИЛ в Ираке, остаётся около полутора миллионов человек. При этом правозащитные организации подчёркивают, что иракские власти обязаны безоговорочно предоставлять всем детям с территории ИГИЛ иракское гражданство. Примерно 1 миллион 100 тысяч мигрантов прибыли в Германию в прошлом году. Но только 13% беженцев смогли найти работу к настоящему времени. Это показал опрос, проведённый Федеральным ведомством по делам миграции, Институтом по исследованию проблем занятости и Немецким институтом экономических исследований. Многие мигранты, прибывшие в Германию в прошлом году и в январе этого года, всё ещё ожидают предоставления убежища. По этой причине их доступ к рынку труда ограничен. Среди беженцев, перебравшихся в страну в период с 1 января 2013 по 31 января 2016 года, только один из 8 человек смог трудоустроиться. При этом три четверти мигрантов говорят, что хотят работать. «Трудоустроиться хотят очень многие. 78% мигрантов заявляют, что очень хотят работать. Ещё 15% скорее всего работали бы. Среди женщин эта тенденция тоже высока. Около 87% из них либо вероятнее всего, либо совершенно точно устроились бы на работу в Германии». По данным Института по исследованию проблем занятости, около 50% мигрантов нашли работу в Германии, прожив в стране 5 лет. 60% трудоустроились через 10 лет. И 70% через 15. При этом 58% взрослых беженцев учились в течение 10 лет в школе или получали профессиональное образование. Около 30% учились в университетах и колледжах. Беженцы, прибывшие за последние два года, не так хорошо подготовлены к жизни в Европе, как предыдущие группы мигрантов. А то, что их очень много, обусловливает более серьёзную конкуренцию за рабочие места. Опрос проводили с июня по октябрь этого года. В нём участвовали более 2300 совершеннолетних мигрантов. Аукционный дом Кристис провёл свои очередные торги в Женеве. Они длились пять часов. Главный лот – ярко-розовый бриллиант грушевидной формы весом 9,14 карата. Его продали за сумму чуть более 18 миллионов долларов азиатскому коллекционеру. Это немного больше, чем планировали выручить. Специалисты Кристис отмечают, что цены на рынки здоровые, несмотря на экономический кризис. «Люди говорят, что рынок бриллиантов проседает и продолжит это делать. Но я думаю, что рынок бриллиантов восстанавливается». Напомним, в мае конкурент Кристис, аукционный дом Сотбис, продал грушевидный ярко-розовый бриллиант весом 15,38 карата за 31,5 миллион долларов. Это стало мировым рекордом. И ещё один яркий лот торгов – пара каплевидных бриллиантовых серёг под названием «Зеркало любви» от французского ювелирного дома. Их за пять минут торгов продали почти за 18 миллионов долларов. Вес каждого камня – около 50 карат. Аукционисты говорят о некрупнейшей среди бриллиантов идеальной каплевидной формы, когда-либо выставленных на торги. Имя покупателя не разглашается. На этих торгах Кристис за 217 лотов выручил 97 миллионов долларов. Год назад аналогичный доход составил 110 миллионов долларов. В этом году аукционный дом отмечает своё 250-летие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова